Значит, когда мы начали вести избирательную кампанию? Ну, понятно, я кандидат. Когда ты открываешь штабы в регионе, ты же не можешь открывать их от своего имени. Я не могу сидеть и подписывать миллион договоров. Мы организовали специальное юридическое лицо, которое называлось фонд «Пятое время года». Он вполне себе легально действовал все это время. И именно от него мы заключали все эти договоры, нанимали людей, печатали листовки. Это было юридическое лицо, от которого мы все делаем. Когда мы приступили к нашей забастовке избирателей, Кремль ее страшно перепугался. Он увидел, что наши штабы не расходятся. Они наполнены высоко мотивированными людьми, которых нельзя просто так вот выключить, просто сказав, мы Навального не пустим на выборы. Ну, и они ожидали, что у нас все разойдутся. А все сказали, ну нет, мы не разойдемся, мы продолжим выступать. Мы отказываемся признавать это выборами и будем делать забастовку. И тут, конечно, они решили просто нам закрыть этот фонд для того, чтобы нашу организационную деятельность ликвидировать. Такое бывает сейчас. Ну, они вообще все пытаются закрыть, некоммерческие организации в частности. Но чаще всего, в 100% случаев, это процесс, который занимается месяцем. Занимает месяцем. Мало того, законодательство так устроено, что как минимум месяц у нас есть. Ну, смотрите, суд принимает решение ликвидировать фонд «Пятое время года». Дальше на обжалование дается месяц. В течение этого месяца решение в законную силу не вступает. То есть ничего нельзя сделать. Мы по-прежнему можем работать и в апелляции будет принято какое решение, ну, понятно какое, ликвидировать через месяц. Но что сделали, значит, эти жулики? Судебные приставы по решению, которая не вступила в законную силу, побежали и наложили аресты на суды. И Альфа-банк заявляет нам, что, а вы знаете, ваш счет с 2,5 миллиона рублей мы заблокировали. И заблокировали, причем очень интересно, они его блокируют, они пишут, что на этом счете долг в триллион рублей. Ну, типа, если есть триллион рублей, положи его, и тогда все заработает. Довольно издевательская ситуация была. Она абсолютно незаконная. То есть вот просто нет решения суда, и по несуществующему решению суда судебные приставы блокируют нам счета, а банки выполняют эти незаконные решения. Было очень интересно получить какой-то вообще комментарий от Альфа-банка. В частности, это крупный банк. Ну, вот интересно, как оказалось легко. Просто вот, ну, ФСБ захотело, направило бумажку в Минюст и арестовали счет. Абсолютно незаконно. Ну, мы маленькое НКО. Но точно так же можно сделать у большого НКО, у большого компании, у банка, у кого угодно. Можно, значит, завтра прийти и арестовать так миллиард рублей. Потому что просто хочется без судебного решения. И было интересно получить комментарий Альфа-банка. И один из его руководителей, Олег Сысуев, рассказал какое-то свое личное отношение к этому в эфире «Эхо Москвы». Давайте послушаем. 39 секунд. Другое дело, что у меня, как у человека, вызывает, так сказать, умиление то, что это решение действительно было принято в один день судом, вот, без соответствующего извещения, постановления, собственно, потерпевшей в данном случае стороны. И очень быстренько дошло до судебных приставов. А судебные приставы сумасшедшей скоростью предоставили постановление до банков, до четырех банков. Это, конечно, скорость, вызывающая зависть, я бы сказал. Ну, вот видите, даже руководитель Альфа-банка, правда, оговорившись, что он в личном качестве, но так мягко выражает недоумение. Как же это могло так быстро случиться, что вот раз-раз и заблокировали? Любой из вас, кто имел дело со службы судебных приставов, знает, что это люди, которые месяцами исполняют решение, годами исполняют решение. Там вообще ничего нельзя добиться. Туда приходишь, к этому судебному приставу, несчастному. Типичный судебный пристав – это человек, который вот так вот сидит, а рядом с ними вот такого вот размера папки с бумагами – это исполнительное производство. И он не делает ничего. Он, если вы захотите взыскать с кого-то деньги, пока вы не занесете ему взятку, он даже шевелиться не будет. И в нашем случае судебного решения нет, но уже вообще все блокировано. Ну, и вот, и даже Альфа-банк признает, что это выглядит как-то очень странно. Ну, типа, позиция такая, ну, а мы куда денемся? Мы должны выполнять, понимаете? Мы примерно понимаем, что это незаконно, примерно понимаем, что это мухлёж, но должны выполнять. Ну, какое развитие может быть у страны? Какое привлечение инвестиций? Вот любой иностранец видит на примере нашей ситуации, что даже если ты открываешь счет в каком-то банке, который подходит под первую категорию надежности, и каким-то хмырям, там что-то не понравится, что ты делаешь, ну, а не за, ты приходишь в банк, а все твои деньги арестованы. И судебного решения-то еще нет, а ты вроде там пытаешься судиться, и ты считаешь, что ты читал вообще гражданско-процессуальный кодекс, и ты читал, ты понимаешь, как делаются арбитражные дела, уголовные дела, и это невозможно юридически никак. А вот оно, вот так вот оно и арестовано. Вот мы уже почти 200 тысяч рублей собрали в рамках операции «Феникс», и мы пытаемся собрать вот эти 2 миллиона 300 тысяч рублей, которые заарестованы незаконно для того, чтобы еще раз передать большой привет Владимиру Путину и сказать, что ему не удастся прекратить нам финансирование до тех пор, пока есть люди, которые нас поддерживают.